всем привет хочу коротенький обзор сегодня такой сделать поделиться что называется на ходу поэтому такой рабочая обстановка на на столе просто перед отправкой сел думаю скажу свои пару слов никакой невзвешенный обзор не прожил с этими наушниками там какое-то время там на источниках на разных не гонял абсолютно нет заказчик апгрейда на xduo xd05 плюс заслал них просто в комплект положил говорит я перешел на украине виктори от кривоноса на хели говорит а эти просто до этого жил с ними просто хочешь так для ознакомления кину тебе ну я так и поступил достала ознакомился подключил к цапу epz p30 вот думаю будет скоро расскажу о нем надеюсь дойдут руки до него посидел послушал поделюсь впечатлением наушники уже как бы не актуальны вторичный рынок может быть кого-то заинтересует может быть хозяин этих наушников будет продавать не знаю в общем а кешки внутри каналки гибридные здесь 8 миллиметровый излучатель динамический и от ноуле с арматур в общем тут такая интересная особенность заушная посадка понятно mcx разъемы что удобно но по посадке и длинные носики то есть здесь вот точно проблем с посадкой никого не будет носики и в комплекте еще идут сменные фильтры 33 в наборе мне просто пришли я не знаю с какими-то с басовыми нейтральными там или с треблами я не знаю какие не пришли просто не претендую тут на какую-то там супер объективность просто свое впечатление от продукции вот как человек слушал так и прислал мне то есть динамический излучатель там где-то внутри 8 миллиметровый таится вот арматура здесь на выходе чтобы давать вам высокие частоты прямо прямо в ухо вот интересные носики конечно длинные что особенность посадки этих будет амбушюр кстати не надо видать затягивать сильно расплескивается колечко начинает как бы выступать за края в общем тут можно лучше не горячиться подтянул и все и вот амбушюры просто некоторые с короткой ножкой они могут гулять то есть глубже садится меньше менее глубокая посадка то есть тут тоже такое интересное явление я уже привык что как бы носик какой-то конкретной толщины с каким-то бортиком раз там и зафиксировалась амбушюрка здесь же как бы будет немножко туда-сюда на пару миллиметров двигаться ну тоже будет влиять на звук ну как как особенность вот ну вот в общем показал все теперь по звуку я же говорю я ознакомился с этим и как бы продолжать анализировать это мне не захотелось потому что но не мой звук он неплохой наушники как бы и не дешевые как как-то настраивали какую-то аудиторию хотели покорить наверное этого добились вот может каким-то источником будет более менее хорошо звучать но с бюджетным цапом 938 q2m который в принципе сбалансировано хорошо звучит здесь тоже но обычный сбалансированный звук как бы низкие частоты середина вверх все сбалансировано тонально и это зайдет то есть обычные такое предложение стандартная для массового рынка мое такое впечатление ничего тут интересного для себя не нашел и самая основная проблема что что мне не нравится то что мне отталкивает это именно гибридная технология потому что сразу слышно что есть два разных излучателей то есть принципиально разные звуки они сшиты даже пусть хорошо пускай там стык они подобрали нам нормально каждый свое отыгрывает но но тем не менее вот почерк арматуры мне например он он не нравится не по душе я я слышу какую-то но неестественность вот это больше шелестящего какого-то звука который ничего полезного как бы для меня не несет информативно не бертонов не шлейф непослезвучий да кстати непослезвучий то есть арматура казалось бы должна там высоко зайти отыграть там окончание там акустику помещения там отрисовать и и доверили как раз в честь еще отыграть но такого нет вот динамо слушая здесь ты слышишь динамо отрабатывает да нормально какой-то объем есть воздуха вокруг источников звуков есть это и все это приятно и хорошо вот а вот арматурина уже отыграет она просто как-то как-то вот источники звука в конкретной точке пространства и как-то она так пшик-пшик укорочена послезвучия правильного нет желаемого нет этого послезвучия и информации я просто слышу но эти звуки кто не искушен тому будет нормально потому что сбалансирование не режет не пилит вполне себе комфортный нормальный звук вот но если уже входить сюда как бы с точки зрения аналитии что мы слышим как в каждом звуке то здесь уже как-то беда но улистом не но улица арматурам не как бы это не особо интересное в этом не специалисты громкое имя наверно не особо тут чет за себя говорит поэтому я жарю слышно проблема именно двух двух разных типов излучателей это прямо бросается в глаза это не просто не интересно это как бы чуждо когда ты привык уже слышать но там планар со своим призвуком но он один он отыгрывает все слитно и в со своей гармонией динамо пожалуйста все натурально привычно слитно информативно и ну и прочее вот и зачем вот это делать не знаю просто так диктует рынок кому-то надо и кто-то считает что это имеет право на жизнь какие-то преимущества перед динамо абсолютно не не увидел данной модели точно не то есть любая какая-то другая динамо четыре раза дешевле приготовленная отыграет гораздо более приятно натурально вот адекватно скажем так даже более адекватно поэтому моделька неплохая но ничем особо не выделяешься тем более если она стоила этом посмотрел 10 тысяч гривен ну как бы так думаю ну не особо то цена которую хотелось бы заплатить или если бы заплатил и послушал это думаю блин я бы я бы немножко обиделся она на вселенную вот что мой выбор пал именно туда поэтому поэтому вот такое вот мое мнение на ходу 6 минут вложился всем хорошего дня ставьте лайк подписывайтесь давайте вопросы переходите в описании к видео вот там тоже есть ссылка на мою группу в телеграм-канале мы контактный номер телефона сильно не задалбывайте начинаю но не справляться все по делу по делу всегда рад вот но не на долгие переписки вот такое всем благодарен за понимание за поддержку всем хорошего дня пока